По большей части эти класс пассы совпадают, но не обязательно. Привожу пример. Вот у меня есть идея, да, моя идея. Они ее компилируют, да, а когда я ее у себя подыму, запущу, то есть это процесс компиляции. Она написана джарь, поэтому я ее компилирую. А потом, когда я у себя ее запущу, идея, значит, jvm run, я хочу использовать ее вместе с такими-то классами, которые будут, это, плагин для работы с джитом. Идея была скомпилирована в 2011 году, а плагин написал мой сосед в 2013 году. Из этого получается следующее, что когда идея компилировалась, у нее в класс пассе, например, этот плагин точно не мог лежать, его физически не существовало. Или разработал его я. Но тем не менее, идея должна иметь возможность работать с теми классами, которых не было на момент компиляции. Пусть получается, что в момент компиляции в класс пассе вот этого плагина не было. Но в момент, когда я запускаю, что она с ним работала, она должна создать экземпляры классов создавать. Эти классы уже есть в класс пассе. Из этого получается, что зачастую, может, оказывается, смотрите, вот это, то, что сейчас на экране, скомпилируется. Хотя вот этой штуковины не существует в класс пассе. Это скомпилируется. Ну, мы видим, красный не почет, но значит скомпилируется. Да, оно сейчас не запустится. Потому что при запуске, оно попробует создать класс для вот такого типа, которого у меня нет. То есть для компиляции вот эта штука не должна быть в класс пассе. Для запуска должна быть. Ну, иначе будет класс not found exception. Класс not found exception, это не смогли, виртуальная машина не смогла найти класс в момент загрузки. В момент выполнения этот суток кода. Это значит, что от этого класса я должен подложить себе в класс пассе. Так получается в двух случаях. Первое. У нас был какой-то проект. Теперь мы его запустили, и где-то в property файле прописали имена класса плагином. Но таких плагинов, например, нет. Виртуальная машина при помощи класса полный и попыталась загрузить классы. Вот это она взяла вообще из property файла. Или я где-то зашел на вкладку вбил, имена плагинов. Она пробует загрузить, не обнаруживает, и в момент выполнения падает по классам found exception. Второй пример. Это, собственно говоря, когда она компилировалась, реально использовались какие-то классы. Например, когда виртуальная машина компилировалась, то было написано следующее. И вот это скомпилировалось. Почему? Потому что библиотечка джарник с этим классом лежал в класс пассе компилятора. Но когда мне предоставили скомпилированные IDE, этот джарник забыли добавить. И когда я стартую виртуальную машину, виртуальная машина пытается запустить мой файл, вот этот мой класс загрузить, и обнаружил, что здесь используется другой класс, которого сейчас нет. С момента компиляции, раз вот это ими использовали, компилятор пропустил. Значит, компилятор в класс пассе нашел. Я же когда запускаю на виртуальной машине, мне забыли добавить библиотечку. Я оправдываю тоже как классно found exception. Виртуальная машина не может найти класс. Это все. Главное, попытайтесь все понять, если кто не понял, что есть класс пасс два разных момента. В момент компиляции и в момент выполнения. И в тривиальных примерах они совпадают, потому что у вас класс пассе лежит только GDK. Но в реальности в пласт пассе часто лежит куча других библиотек, которые либо забывают подложить, либо будут положить не той версии. Компилировали с одной версией, теперь положили другую версию, в которой нет какого-то класса. Может быть еще хуже положили другую версию, в которой класс написан по-другому. Тогда будут еще более экзотические ошибки виртуальной машине. Это мы еще по коллекциям не проходили, но просто типичное исключение. Совсем быстро. Итак, тут три неправильных метода, которые делают одно и то же. Этот вопрос сразу скажу, я добавил только что, потому что вчера мы его рассматривали с другой группой. Он встретился на санциссерах, не знаю, в какой конторе. Спросили, что будет, если выполнить вот этот код. Все как бы, ну да, вот этого нет сейчас. Все, других методов не вгодут теперь. Ну как бы, мы коллекции еще не проходили, но компилятор все пропускает. Делается новый хэш-сет, хэш-сет строк, добавляется А, добавляется В, добавляется С. И форум в стиле Java 5 и ForEach проходят по этому сету. Компилятор говорит, да, можно проходить. Берут строки, удаляют их из сета. И это кажется забавно, что если я делаю... У меня все работает. Да, находит А, Б, И, С и печатает. Ну, а если я пробую сделать вот так, то я получаю тоже достаточно типичное программист, а настолько типичное, что носит уже вопросы с собеседованием. Получаю Concurrent, Modification, Exception. Хотя у меня, ну, Concurrent никакой многопоточности нет. Обычно, как говорят Concurrent, и ведь все было Concurrents и Мнапоточность. Почему оно произошло? Потому что этот код на самом деле разворачивается вот в такой код. Такой это цикл называется ForEach. Они в коллекции берут итератор и крутятся по итератору. Спрашивают ультератора, есть ли еще элемент? Если он говорит, что true, тогда они берут еще один элемент. Если еще true, он говорит, давай еще. И вот оказывается, что в библиотеке коллекции приняли такое решение. Что если у меня есть какая-то коллекция, например, HashSet, Threeset, ArrayList, LinkedList, я в нее беру итератор, то теперь эта штука как-то неявно ссылается на те данные, которые были там, откуда взяли. То есть вот здесь вот я из коллекции беру итератор, получил итератор. И дальше я получаю все элементы, не пользуясь коллекцией, а пользуюсь итератором. Не важно, что это все значит, будем проходить на коллекции. Но важно, что по какой-то штуковине получили другую штуковину, которая как бы при помощи нее можно поковыряться предыдущей штуковиной. Ну, видимо, удобной. И оказалось, что в дизайне в коллекции приняли следующее решение. Эта штука не будет отслеживать изменения вот этой штуки. Если эту штуку изменить, если коллекцию изменить, то итератор говорит, я по-моему, я не знаю, когда меня делали, там было АВС. Ты сейчас коллекцию поменял, я не знаю, что там, где они работают. У меня есть специальное исключение, конкарс-модификационных сообщений. В данном случае получается там у тебя механизм что-то типа чек-сумма. Когда создается итератор, он как будто считает от содержимого чек-сумма. И дальше сверяет. Если она изменилась, он говорит, все, конкарс-модификационных сообщений. Кто-то параллельно со мной изменил ту штуку, все, я не работаю. Как пройтись, например, удалить штуку? У итератора есть специальный метод работы. Если мы удаляем при помощи итератора, вызывая иометром, то все хорошо. Конкретно еще у листов есть более сильный итератор, это лист итератора, у которого много методов. Вот эти в одну сторону. Есть еще, давай еще. Есть предыдущий, давай предыдущий. И вот тут есть remove, remove, это тот элемент, на который указывай, его удалить. Set, это его заменить. Add, вставить сюда. И они решили, что если мы меняем то, почему ходим, через то, при помощи чего ходим, то все окей. Просто такой дизайн. Сказал просто потому, что он есть действительно в тесте. Illegal argument exception. А это исключение, которое придумали. Я в GDK не нашел классическое место, откуда оно вылетает. Потому что, ну, на вскидку не знаю, дизайн. Потому что зачастую его бросает программист. Это специальное unchecked exception. Он на следуя это runtime exception. Неподходящий аргумент. типично. Да, смотрите. Есть понятие программирования по контракту. Есть ряд языков программирования непопулярных, которые вообще никто не использует в жизни, которые поддерживали программирование по контракту. Нам были специальные ключевые слова для этого дела. У нас в Java специальных есть ключевые слова. Сейчас покажу оно. ОСЕРК. Это кассер и вот это исключение. В чем идея? Но стиль программирования по контракту, классный стиль, то есть все согласны. Он сильно помогает. Смотрите, то есть, когда программист работает в команде, то там получается два эффекта. С одной стороны, менеджер упорно настаивает, что мы все одна команда, нет личного владения кодом, мы все владеем кодом, каждый у каждого чинит баги, вылезет в общий код, все все проверяют. Ну, естественно, они пытаются сделать, чтобы все были вместе, каждый один за всех, все за одного. Сделано для чего? Потому что Иванов заболел, Петров ушел в отпуск, Сидоренко садится и тут же чинит баг в его коде или накатывает фичу. В Лова, когда Иваненко пишет в своем стиле, у него свой код, кто залез в его пакет, тут же получает двух от Иваненко. Это его личный код, никто не имеет права критиковать, он так пишет всегда, он так писал на первый, он продолжает так же писать. Он странный, не имеет переменные, но это запрещается обсуждать. Поэтому менеджмент старается, чтобы люди обидевались кодом, все время они с собой разговаривали и так далее. Код ревью, например, Иванов написал, а Петров должен в конце недели посмотреть его код и просто Иванова отчитаться. И наоборот, в туалетах другой программист, у этого обнаружили какие-то ошибки. Такая атмосфера доверия и радости. В реальности наблюдается также вторая тенденция, исключительно инженерная, которая не связана с благими пожеланиями отчетов. Которая заключается в том, что когда программируется любой модуль, то есть нечто, что выполняет законченную функциональность, это может быть метод, например, метод синус, ему никто не нужен. Даешь им аргументы, получаешь синус от аргумента. Фактически это модуль. То есть есть класс масс, в нем есть синус, а есть косинус. Ну, фактически можно сказать, что это отдельный модуль для учисления синуса, потому что он никому не обращается и ему никто не нужен. Он и есть целый. И это отдельный модуль. Если мы берем класс, например, класс коллекции, арейлисты, у него есть метод n, есть метод size. В данном случае модулем будет являться целый класс. Ну, потому что метод size и метод n как бы не имеет значения. Метод size реагирует на метод add. Создал новый арейлист, size равен 0. Сделал 3 раза add, size равен 3. Когда я говорю модуль, я имею в виду, что имеется в узначном случае целый класс. Зато демон классу уже больше никто не нужен. Иногда в модуле объявляется целый пакет. Например, у меня есть целый пакет, надетый классами для работы с принтером. Но вряд ли у меня есть один суперкласс, new printer, и все его методы это печать. Наверное, еще есть какой-то специальный класс для настройки принтера. Ну, потому что принтер настолько сложная функциональность, если мы все засунем один класс, мы будем пять тысяч строчек фото. Поэтому мы отдельно создаем для принтера класс очередь задач, отдельно класс документ, отдельно иерархию exception, который принтером нового создаем. И тогда модулем является весь пакет принтера. То есть, некоторый кусок программного кода, который представляет собой законченный функционал. Программирование вообще в инженерном дифе, программирование, почти наверняка, модуль разрабатывает один человек. Ну, человек получил задание, то есть, я разрабатываю класс коллекции. Вряд ли четные методы разрабатывал я, а не четные другие. Я сел, обдумал, мне пришли голову и я это запрограммировал. И когда я программирую модуль, то есть идея, чтобы модуль был законченной штукой. Вообще, конечно, чтобы обычно все данные, которые попадают в мой модуль, надо проверить. Можно проверить вообще все. Если это пришло от клиента по интернету, он набрал ссылку xxxx com id равен 1,2,a и name равен x. Вот пришел такой запрос. Да? Я не должен доверять. Я должен сказать, так, он мне прислал id. Да, id прислал. Чему равен id? Я должен четко проверить, что мне в системе нужно, чтобы id было id положительным не больше миллиона. Я смотрю, это не id. Или здесь 1,2,6,6,6,8,9. Это целое число, но оно больше миллиона. Или отрицательное число. Или, или. Name. Я тоже проверяю все. Name должен содержать там иронику. Name должен содержать собаки, иначе это не мое. Name не должен. Я ему не доверяю. Меньше не доверяю. Я читаю файл настроек, который сисадмин мне настроил. Номера портов, какие-то. Надо проверять. Нормальная паранойя, в принципе, это когда проверяются аргументы методов, которые наверняка вызывают люди из других модулей. Ну, если у меня класс публичный в пакете, то я разделал для того, чтобы люди из других пакетов его видели. Все эти будут его использовать. Не то, чтобы они сильно злые, а то, чтобы они скорее всего не будут читать нашу Джаладоку, а просто найдут класс, создадут Newprinter, и на то время этот принтер вызовут. И аргументы не подберут на уху. Какие у них были? Поэтому желательно все аргументы проверять. И вот как раз illegal argument exception, это специальное исключение, которое бросает, домирается аргумент. это один из случаев, когда получается, что фактически желательно проверять по входу и по выходу. Проверять по входу это когда мой модуль проверяет все возможности, как в него попасть снаружи, то есть, в общем-то, вызвать его методы реконструктора снаружи. зум публичных классов. Я проверяю все аргументы. Если это int, и у меня бизнес-система, то с большой долей вероятности меня не устраивают отрицательные int. Если это количество товара на складе, вы можете отрицательные. И можно проверить еще сверху. Но вообще говоря, ожидается, что количество товара на складе больше миллиона, это ошибка. нам дадут int, а у нас может что-то посыпаться в другую. Может база данных рутных, может мало ли, но слишком большой int. И уже складывать нельзя. То есть, проверьте, что количество товара от нуля до миллиона. Ноль следует из бизнеса, миллион следует ну вы там все константу сделали криватную. Вы раз и какой-нибудь там error message пишите и дайте исключение. То есть, почти наверняка, но на вашем складе небольшом моменте. Не можем сколько-то подобрать. Проверка по выходу делает за счет того, что я кидаю исключение, он их перехватывает. И legal argument exception сделан для того, чтобы я мог грамотно проверить все аргументы, а нуанчекает. А нуанчекает, поэтому на самом деле я о нем могу не сообщать. Компиратор не требует его перехватывать. Но фактически таким образом я защищаюсь и требую от программиста, который меня вызывает, так и прочитать мой животок. А вот тут должно быть написано в Java Докуме. name must be и там что-то. И его должен быть age must be и какой-то рассказ. Получается, он вызовет меня с 0-0. Два логичных значения для ссылочного типа и кримитива. Я проверю, выкину ему и легал документ exception, где будет нам рассказ. Он попробует еще раз, у меня опять exception. Тогда он придет и прочитает Java Докуме. То есть таким образом я заставляю его следовать некоторому контракту. Вторая часть программирования по контракту, которая есть в Java, в Java 1,4,2 ввели ключевое слово assert. Утверждение. assert может иметь такую форму, может иметь вот такую форму. Если я запущу эту программу, то сейчас все, наверное, ничего не будет. Это утверждение. Есть определенный стиль программирования, который местами соблюдается в GDK. Местами не соблюдается. То есть это спорная конструкция. И легал документ exception точно все используют в СССР, на больших корпоративных проектах. Assert кто использует, кто нет. Вообще я в жизни крупных проектов не встречал, чтобы использовать. В данном случае я оставляю утверждение. ARX не должен быть равен NUM. ARX равен NUM, не равен NUM, я не знаю. Одна из этих строчек, вот эта последняя уже не нужна. Я вам показываю, что может еще текст. Я здесь и пошел дальше писать. Идея в чем? В том, что я говорю в некоторой строчке, где просто сказано, как бы чисто безусловика. ARGUMENT не должен быть на массив строк, он не должен быть равен NUM. Потом. Его длина не доживут равна 0. И пошел программируем. По умолчанию ассерты выключены. мы дожди до 1-2-3, да? А давайте нам читаем ларкс. Хорошо. ларкс. А ларкс. А ларкс. Таки 0. Получается, что эта штука... Да, иди в следующем. Если я возьму... run-edit-configuration, то здесь я могу указать аргументы командной строки, которые будут... Ну, если бы я запускал из командной строки, я бы написал java.exe что-то, что-то, что-то и тут бы написал там my class, да? И виртуальная машина запустила бы в этой штук и сказала бы метод make запускала. Вот тут я могу передать кучу параметров, которые пойдут в виртуальной машине. Вот тут, если я напишу, например, вот так, минус ea a, b, c то my class в аргументах командной строки получит массиве с трех строк a, b и c разделение пробелами. А вот эти, что корни, идут в виртуальной машине. Если виртуальной машине не понравится комбинация здесь буквы, она скажет, я не знаю, что это значит. Она ровнется и запустит, наверное, не запустит. У них там своеобразный синтаксис. Конкретно, если я напишу виртуальной машине сейчас vm option ea enable assertions. Я вот что увидел. Просто assertion и ров. Да, ну, указано в староку. Сломалось вот этот старокат. Если я себе сделаю вот так. Я бы увидел, вот они кинували. Land, assertion, error, arglands, неравенную валюту. Идея в том, что я как бы могу таким образом, например, на входе отмечать ситуацию. Я говорю, я получил аргументы, я ожидаю то, 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 то. Или, ну, адепты совсем программировали по контракту, они говорят, что чтобы система работала по спецификации, у нее есть инварианты. Вот, товарищ Корман тоже на инварианты молится. Когда он доказывает истинность алгоритмов, ну, например, инвариант алгоритма сортировки пузырьком. После любого прохода в массиве лежат те же самые элементы, которые были в начале. Ну, когда я иду, могут быть не те. когда их там обедеваю местами, я могу случайно что-то перезаписать. то есть, получается, есть какое-то утверждение, которое, если пузырек реализован правильно, но точно правда. И вот, адепты алгоритмов и работы по спецификации, то есть, всякие там, разработчики всяких спутников, разработчики систем управления реакторами, они молятся на инварианты. Они говорят, во всех местах, где вы точно знаете, что что-то правда, напишите, пусть, пусть виртуальная машина проверит, что правда выполняется. И они, например, рекомендуют в конце моего метода, например, поставить, я что-то там вычислял, но метод хочет вернуть какой-то result. я в конце пишу, что result больше 12. Ну, потому что, потому что, я знаю, что мой алгоритм работает так, что то, что возвращает точно больше 12. Ну, точно, это такая математика у меня, но не может меньше 12. адепты, у которых чудовищная проблема со спецификациями, ну, для автора всяких устраиваемых систем, какие-то железя, там, где одна поломка, приводит к тому, что сервер перезарузил, сразу же нельзя куда-то переклинировать, он взорвался, дым пошел, люди убили. Они проверяют как бы сами себя. Бизнес программирование, упал и упал сайт, не проблема, сезон, перезапустил, или робот-автомат переподнял в вентуальную машину. То есть, они не такие, ну, они не проверяют сами себя на выходе. Получается, теперь эта проблема от того, кто берет мой результат. То есть, я-то мамой клянусь, что она больше 12. Но, вообще говоря, мне это мало волнует. Потому что компилятор говорит, ты хотел вернуть ин, вот ин, то пролетает, это ин, корректный ин. А то, что часто минус 2 миллиарда, теперь эта проблема второго человека. То есть, получается, адепты, нереальные адепты спецификации, они говорят, нас вызывают, мы на входе проверили аргументы. Потом у нас работает алгоритм, и мы в куче мест проверяем ин варианты. То есть, что-то, что точно выполняется. При соркировке вариантом является то, что после каждого прохода в массиве лежат те же самые элементы, которые были в начале. Да, в другом порядке, наверное. Также в алгоритме соркировки вариантом является на выходе следующее. Когда алгоритм закончился, мы собираемся сделать ретерн, то в массиве все элементы от меньшего к большему. Можем пройдить и пары сравнить. То есть, мы на входе проверяем, в ходе вычислений, и когда мы входим, тоже проверяем. тогда получается, что когда мы такую систему разрабатываем, то как только мы где-то что-то нарушили, у нас тут же вылетает какой-то серьезный гординг или EX-сообщинг. В реальном бизнес-программировании то, что я отдаю, меня уже не волнует. Это проблема того автора. Внутри проверяем тоже обычно не волнует. Я боюсь, только как бы я сам не упал. Корректно или некорректно работает мой модуль, меня не сильно интересует. Это проблема того, кто будет им пользоваться. Но меня волнует, например, чтобы мы не дали кривых аргументов. Потому что, если я такие модуль написал хорошо, мне дали кривые аргументы, я на принтер выдал черти что. Мне приходят тестеры, говорят, черти что, оставайся на 17. А если аргументы раз и все, говорю, плохие, нет такого света. А все, что пойдет дальше, большинство фреймверков, предназначенных для тестирования, бросают assertion error. не подключен. А, подключен. Я подключаю сейчас в жире. Он у меня подключен просто. assert array equals uint В данном случае это не ключевое слово с большой буквы. Это класс jimmit в меблиотеке для модульного тестирования. Мы ее проходим просто в jimmit это как раз утверждение. Там все построено на утверждениях. Тебе это тестировать куту библиотеку. Запусти ее, посмотри, что она вернет и проверить, что она вернула 1, 2, 3. А теперь сделай так. Она вернула 3, 2, 1. Ага. А запусти так. Вернула 12. Ага. И вот, если я ее даю не термассиваю, то та библиотека кидает не exception. Сейчас покоюсь. Вот. Тебе exception это не надо. В общем, а важно выкинуть exception на роботе. Я не понял, но в принципе может быть это exception. Потому что exception кидает. Снимаем. Снимаем. Продолжение следует... ...ноу-портер-эксэпшн. Тут все просто, все 100 раз сталкивались. Важный момент, что... ...просто терминологически как правильно. Да, насчет того, почему я все проговариваю. Вот у меня тут тесты одной компании, не скажу какой. Не подсматривайте, с которой мы сегодня достигли до овоенности, которое у нас было будет тестировать. Тут много бумажек и я читаю вопросы. Вопросы текстовыми. Вопрос напишите, вопрос напишите, вопрос напишите. И так много. Да, есть инфопрограммированные, то есть дальше там у них примеры кода. А так вот напишите. Здоровенная компания Харьковская, одна из крупнейших, хочет, чтобы вы писали. Напишите. Назовите основополагающие принципы ООП и три базовых понятия. Вопрос номер 4. Объясните суть понятия потоп. Вопрос номер 11. Что такое рефакторинг кода? Не называй, нет. Вопрос номер 5. Что такое браузер? И не думайте, что они хотят, чтобы вы сказали это и е. Это провально, вас не возьмут. Они ожидают, что человек в состоянии на четырех строчках внятно сформулировать, что такое браузер. Что браузер? Это, видимо, клиентская программа, которая предназначена для отсыла запросов по HTTP и корректного рендеринга через юзер интерфейс HTML страниц. Также она должна поддерживать, например, протокол DNS. Также она должна поддерживать, например, интерпретацию джаз-крипта, накладывание CSS на шкене и так далее. Почему-то в компании хотят, то есть это серьезный хилинг, как бы интеллект, а то, что люди могут внятно формулировать свои мысли. Это конкретно входной тест. Поехали? Есть? Да, есть. Там есть и поедет. Здесь, ну вот, они хотят... Я думаю, это делает очень сильный отсев, как бы, по интеллекту. Способность формулировать мысли – это серьезный признак интеллекта. А ряд компаний, ну, скажем, третья или половина на рынке, считает, что главное, чтобы люди обладали достаточно интеллектом, кругозором, а конкретное знание они и так людей научат. Ну, вот, есть такая... Компании коммерчески крайне успешны, поэтому, я думаю, они не ошибаются. Итак. Давайте ну-пойнтер и перерывчим. Ну-пойнтер exception. Мы получаем в тот момент, когда мы пытаемся разыминовать нулевую ссылку. Что значит разыминовать? Смотрите, у нас есть стек, есть хип. У нас в стеке есть какой-то вот наш, да, что там, object-rep. Равный нул. То есть вот тут какой-то тупичок. Никакого хип-объекта типа нул нет. Нул, ну, мы не знаем, как он хранится, но почти не знаю, какая-то специальное состояние ссылки. Так как бы хранится нереальный адрес объекта, а какое-то специальное число, как у флота. Специальное состояние там 0, 0, 0, 0, 0, f, 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 f. Который говорит, ничего не ищи, это никуда, это нул. Так вот, хранить нул — это вполне нормально. Тут как бы ничего преступного нет. Приступно, когда мы пытаемся воспользоваться объектом, который... Да, переприслаивать нул. Например, object-ref2 равно ref. Хотя никакого объекта нул нет, теперь этот ref2 тоже хранит такое же странное значение. То есть ряда операций с нулом допустимы. Что недопустимо, это попытка топорно найти объект, который лежит по ссылке, который нул. Например, вызвать у нул, ну, в нашем случае, у ref, какой-нибудь метод инстанса. ToString, например. Поскольку при этом, это метод экземпляров, виртуальная машина, по нашему приказу, должна пройти в хип, найти конкретный экземпляр объект. И у него спросил, вызывай ToString. Ну, потому что разные экземпляры могут по-разному отрендерить ToString. Метод экземпляров, она пытается найти объект, чтобы вызвать ToString. И вот когда она его ищет, оказывается, что никакого объекта нет, потому что она у него летает в ToColderException. То же самое будет, если я воспользуюсь полем инстанса. Вопрос, что будет, если я воспользуюсь статическим полем. Клама фильма «Белый взрыв». Клама фильма «Белый взрыв» В данном случае отработает. Такой вот особенность Java. Она сам говорит, нам подсвечивает. Ну, зачем ты используешь ссылку? Нам ссылка не нужна. Я говорю, напиши прямо имя класса. Это идея автомата. Говорит, давай сделаем так, так, правильно. Я говорю, нет, хочу вот так. То есть в идее, в том числе, в Java в том числе, можно использовать экземпляр, чтобы вызвать метод класса. Это то же самое, как использовать прямо имя класса. При этом, ну, получается, что можно сделать эффект, как будто мы так и вызываем метод у Ноа. Да, можно сделать еще какой-нибудь экземпляр, как-нибудь вот так. Так он не хочет, а мы сделаем вот так. Так, настойчивость — это ноунула, перейдем его в X. Теперь он уже отработает. Здесь особенность, мы будем проходить, но суть в том, что не статические методы принадлежат экземплярам. Статические методы принадлежат классу. Поэтому вообще говоря, что вызов статический метод, никакой экземпляр не нужен. Его не надо создавать, его не надо иметь тут. То есть никто не будет пытаться разыминовать нулевую ссылку. Да, все видят, что нам нул. Никто не попробует по ней пойти, найти реальный объект. Вторая особенность, еще между статиками и не статиками, то, что поиск реального объекта для не статиков происходит в ронтайне. Когда мы пишем object ref равен, что у него значит, что мы там сохраним в реальности? Когда у рефа мы вызовем ту стрику. Может, в произойти выполнение, мы туда сохраним строку. А в следующий раз array list, а в третий раз массив intop. То мы в ронтайне должны сходить туда и обнаружить. Если же мы пользуемся статиками, то статики обязаны разрезовываться в момент компиляции. Там со статиками ряд особенностей. Но вот момент компиляции, поэтому на самом деле никто никогда в процессе выполнения никуда входить не будет. Компилятор прямо сейчас говорит, я выберу, какой метод став вызывать. Став у х, хорошо, вот он статик, все. Ну, поинтера не будет. Хорошо, давайте перерыв.